Эй, у вас аппарат, на связи Финн, и мы начинаем смотреть новую страшилочку от Линча, которая у нас победила в голосовании в моем телеграм-канале, ссылочка на него находится в описании. Выживание в Чернобыле, первая серия. Усаживайтесь поудобнее, всем какой уж и приятного аппетита и приятного просмотра, ну а мы начинаем. День-ночь, ребята, с вами Егор Линч, журналист. И сейчас я собираю свои вещи, через пару часов у меня самолет, собрал вот такой вот рюкзачок, там у меня фонарик, запасные батареи для камеры, Линч торопится, немного еды по типу сухпайка, ну и все в таком роде. Решил вам немного показать, что я взял, да и в общем-то все, не буду тратить заряд. А, стоп, я же хотел сказать, куда я лечу. В общем, летим мы с Джоном в Украину, в город Припять. Наверняка каждый из вас слышал об этой страшной трагедии на Чернобыльской атомной станции, которая произошла более 30 лет назад и разрушила тысячи жизней. И сейчас город Припять фактически является городом-призраком. Там никто не живет, можно встретить лишь военные патрули и своры собак. И я, конечно, слышал все эти истории про мутантов и прочую дичь, что там творится. Но доказательств тому нет, и мне кажется, это все выдумки. В зону, так называется теперь это место, мы поедем официально с экскурсоводом. Поснимаем для вас, посмотрим на застывшее сад. Блин, это прикольно, он прям как в реале, типа, в реале все то же самое. Раньше было, когда отправлялись челы там с экскурсоводами, водили экскурсии в Припять, прикольно. Советское прошлое и почувствуем себя так называемыми сталкерами. В общем, не буду слишком много разглагольствовать и тратить заряд камеры, включись уже по прилету. В общем, ребята, мы в Украине. Буквально минут 20 назад сел наш самолет, мы забрали свои вещи, и сейчас нужно найти проводника, он должен нас встретить. Джон как раз пытается ему дозвониться. Я смотрел карты, и ехать нам, по сути, не так много, где-то 200 или 300 километров, кажется. В общем, около четырех часов пути. Поверить не могу. Через четыре часа я буду в Чернобыле. Вместе где? Линч! Да, Джон, что? Давай, пошли. Она же здесь, ждет нас. Где же? Джон прямо оделся подобающе, нормально. Да прямо аэропорта, сказал зеленый внедорожник. Идем. Видишь его? Пока не вижу. А, вон он он. Идем. Где? Я не вижу. Да вон, за такси. Блин, а какого года страшилка? Пять лет назад, 2019 год. Ладно. Не, просто выглядит прямо, ну, прикольно. Так, тоже довольно детализировано все локации. Классно выглядит. Проводник, Сергей. Добрый день, Сергей. Ну, Сергей, мы поехали. Куда поехали? Ну, я Джон. Общались по телефону. А, хлопцы, здоровенькие булы. Здоровенькие булы. Значит, слухайте внимательно. Особенно ты с камерой. Мы будем проезжать бул... Опять какая-то бродача, опять джипы, и опять куда-то в лес. Ну, все по канону. Клок посты. Снимать там категорически запрещено. Это раз. Второе. Вы ни в коем случае от меня не отходите. Зона опасная штука. И третье. Чел говорит, как закаленный сталкер. Зона опасная штука. Я бы послушал от него какие-то истории или сталкерские анекдоты у костра. Игей вперед. Да, да, конечно, пожалуйста. Как и договаривались. Деньги вперед, реально как сталкер? Да, да, там все верно. Ну, тогда садимся и поехали. Отлично. Ладно, ребят, вы все слышали. Мы выдвигаемся. Поснимай уже там. Не буду тратить заряд. В общем, ребята... Ленч, он ведь сказал не снимать. Да я аккуратно. Как можно такое не заснять? Посмотри. Блокпост, военные, Припять. Мы как будто оказались в другом мире. В натуре. Да я не думаю, что военным есть до нас дело. Он им заплатит, провезет нас, поводит и увезет. Ничего такого. Интересно, зачем тут вообще военные? Я читал, что в зоне есть сталкеры. Что за сталкеры? Ну, как написано в интернете, это просто бродяги, которые ходят по зоне, собирают всякий хлам. И вот вояки... Блин, было бы прикольно. Вот в прошлой Страшилке, в этом... В Звонке или в Человеке-Мотельке, я не помню где. Типа отсылка на Диму Масленникову была. Было бы тут прикольно, если бы сделали отсылку на какого-нибудь Супер Суса или на Каосана, потому что это челы такие, которые снимают всякие... Тоже вылазки, путешествия и неоднократно залазили в Чернобыль. Снимали оттуда видосы. Было бы прикольно, короче, видеть их здесь. Наверняка отпугивают их от Припяти, чтобы они не разносили радиоактивные шмотки. Кстати, военные-то в масках. Да, я тоже заметил. А еще у них оружие. Но проводник ведь сказал, что там нет радиации, куда мы отправимся. Этот проводник много чего говорил. Черт, он возвращается. Выключаюсь. В общем, ребята, мы в Припяти. Оу, щит! В самом ее сердце. Оу, май гад! В центре города. Вы только посмотрите на эти многоэтажки. Да, прикольно. Все заброшено. Аж дух захватывает. Линч! Да, Джон, что такое? Что ты будешь брать с собой? Ну, я взял пару аккумуляторов для камеры. Счетчик, да так перекусить. Ясно. Просто рюкзак неохота тянуть. Тоже возьму по мелочи. Ну шо, парни, готовы выдвигаться? Готовы. Да, готовы. Готовы, бачку. Погнали. Ну, здесь, значит, по улице Спортивный бассейн. Лазурный. О, я читал о нем в интернете. Погуляем там сначала, а потом отправимся ко всем остальным достопримечательностям. Так что давайте, не будем медлить, идемте, расскажу. Да, я, кстати, вот тоже согласен с этим, что Линч неплохо подготовился и сделал такую украинскую, типа, украинский акцент такой прикольный. Живом правило зоны. Тоже такая. Лучше в открытую зону лучше... Немаловажная деталька. Что? Что это такое? Аккратно, Линч. А, это... Вот это дыра. А откуда она здесь? Ну, чё... Вот это дыра. Чёрт его знает. Лет пять назад обвалилась, и так никто не заделал. Да, в принципе, не надо оно никому. А можно замерить? Шо замерить? А, фон? Там меряй, конечно, мне всё равно. Давай, Линч, я в тебя верю. Фон есть? Ха, конечно есть, мы же в зоне. Но он для людей не опасен. Потопали давай. Нет радиации, нет радиации. Здесь ещё не сильно фонит, а вот возле реактора. В этих домах жили обычные семьи. Сейчас смотришь и не верится. А в то время райончик был, ой-ой-ой. Бассейн, школы, парк. Да, было время. А после аварии люди бежали с неимоверной скоростью. Оставляли всё, одежду, мебель. Спасались, в общем. Ладно, хватит истории, давайте практика. В общем, правила о нахождении в зоне. От меня не отходить ни на шаг. Если вас встретят военные, или чего хуже, сталкеры, без проводника, крышка вам. Чёрт, я не знаю, прошло только 7 минут, они только буквально приехали в Чернобыль, но уже чувствуется вот эта атмосфера. Я не знаю, как линчу это удаётся, но атмосферность, он прямо идеально её передаёт. Охренеть. Либо просто сама суть Чернобыля, то, что я наслышан настолько о нём, там все дела, и я бы хотел там тоже когда-нибудь, возможно, побывать. Блин, это почему-то меня трогает, типа, увиденное здесь, оно прямо трогает меня, и чувствуется прям атмосферность. Вот это. Прямо как в настоящем, как будто. Конечно, не пристрелят, а вот сталкеры разные бывают. Порой такие гады попадаются, могут и пальнуть. В общем, от меня не отходите. Далее. Чуть что, кто услышал, увидел, сразу сообщайте мне. Дядя Серёжа, я там в кустах видел. Ясно, в общем, никто ничего не умалчивает. И третье. Ничего, ни в коем случае брать нельзя. Никакие монетки, статуэтки на память категорически брать нельзя. О, это, кстати, правда. Может быть радиоактивное, и могут быть последствия. Да-да-да. Всё уяснили? Но ведь она сётчик Гейгера. Ха, щёчек, знаешь, что парень, засунь его себе. Эх, нельзя ничего брать. Вояки при выходе будут шмонать. Понял? Понял. И ещё одно. Если я говорю бежать, выберите. Без вопросов. А тут будут мутанты? Ясно? Да, всё ясно. Ясно. Ну вот мы и пришли. Бассейн лазурный. Прям как на фото. Даже стёкла сохранились. Ну, парни, в Советском Союзе делали всё на славу. Не то, что сейчас. Ладно, идём внутрь. Ну как тебе, Линч? Словами не передать, Джон. Я в восторге. Ну, вроде никого нет. Вы про сталкеров? Да кто угодно, может быть. Экскурсии, вояки, сталкеры. Ладно, можете пока осмотреться, я тут буду. Это ещё что такое? Да чего же жуткое изображение девочки? Почему оно залито чёрной краской? Ох, это память о погибших людях. Такие изображения повсюду в городе. Ой, глядит очень жутко, да, Линч? Не то слово. В общем, хлопцы бассейн там, наверху. Можете посмотреть его, только недолго. То, что нам ещё надо успеть на другие локации. Да и смотреть там, по сути, не на шо. Ладно, вон, лестница идите, смотрите. Ну, пошли, Джон. Идём, идём. Да, лестница, похоже, в аварийном состоянии. Да что ты как девка иди, куча народа уже по ней походила. Ладно. Твою же. О-о-о. Это просто невероятно. Тут самый бассейн. Здесь будто остановилось. Всё в плесени. Поросло травой. А когда-то здесь плавали люди. Была какая-то секция. Идём к вышкам, Линч. Да, идём. Только аккуратно. Ступеньки, ведущие на вышку, всё ещё целы. Поразительно. Может, залезем на них? Что, спятил Джон? Если она обвалится, падать будет высоковато. Можно что-то сломать. Ну, тогда здесь больше нечего ловить. Хотя, обернись. Проход. Возможно, это какая-то раздевалка. Или... Да. Это душевая. Очень старая душевая. Там что? Это уже выход. Понятно. Ну, шо, нагулялись? Да, в принципе, всё посмотрели. Можем двигаться дальше. Ну, тогда выдвигаемся. Идём. И куда? Куда мы сейчас идём-то? Ну, сейчас прогуляемся до одного домика. Надо там кое-что забрать. А потом в парк пойдём посмотрим. Там намного интереснее. Чёртово колесо стоит. Ведь не то, шо, этот бассейн. Можно задать вопрос? Конечно, можно. Я читал в интернете, что в Зоне водятся мутанты. Ха-ха-ха-ха-ха. Мутанты. Да, эти байки сталкеры травят. Почему же байки? Да потому шо нет никаких мутантов в Зоне. Звоночек. Намёк. Намёк. Значит, будут... Будут мутанты. Разве шо собаки. Или зверь, какой с леса придёт. Волк или медведь. Да и то только ночью. Днём никого не видать. Помню, раз экскурсию водил. Доходим, значит, до парка. А там тело сталкера разодранное лежит. Блин, а даже по сути... В репети сейчас... Всякие вот эти шакалы, типа, или как бродячие псы блуждают, насколько я знаю. Ох, перепугались мои туристики тогда. То есть в Зоне можно встретить... А шо, открытый душ, что ли, типа, блин? В СССР как бы скрывать нечего. Встретить только сталкеров и собак... Не то, что сейчас. А, как бы... Совершенно верно. Ну, ночью можно ещё что-то встретить. Но лучше на ночь здесь не задерживаться. Понятно. В общем, хлопцы, мне нужно подняться на самый верх. Вы можете либо со мной пойти, либо здесь где-то погулять. Что думаешь, Джон? Не хочу я здесь гулять в одиночку. Пойдём с ним, Линч. Хорошо. Мы с вами пойдём. Хорошо. Тогда топайте за мной. Не отставайте. Это же... Это же плита. Похоже, из квартиры. А вот и план дома. Как бы от партии ничего не утаишь. Старющий. Эй, ну шо вы стали? Давайте идите уже. Линч, смотри. Дверь в квартиру открыта. Да, давай посмотрим. Странная планировка. Получается, они жили прямо возле лестницы? Тут кровать. Хотя нет. Вот ещё двери. Скорее всего, это квартира. А мы находимся в подъезде. Наверняка мародёры подоставали всё из квартир. О, это да. Кто в здравом уме будет брать радиоактивные вещи? Ну-ка. Здесь тоже фонит, Линч. Какая-то вывеска. Что там написано? Не палите. Что это значит? Судя по перечеркнутой сигарете, это значит не курить. Да, похоже ты про... Ну ёкало мне, хлопцы, шо вы тут роботе? Я же сказал, либо стойте там, где говорю, либо ходите за мной. Да, простите, просто любопытно. Ах, любопытно. По-моему, он на нас злой. Да, похоже на то. Ладно, идём за ним, не будем его расстраивать. Мрачноватые здесь коридоры. Линч, я так-то уже устал. Да. Тяжеловато идёт как-то. Много ещё? Да я ж по чём знаю. А ещё? Ё-моё, я думал всё. На самый верх он говорил. Дверь открыта. Наверняка сюда. Сергей? Сергей, вы здесь? Не отзывайте. Сундук открылся. Я тут, хлопцы. Отлично. А мы вас уже потеряли. А, это квартира? Да, квартира. Слушайте, мне тут одно дельце нужно закончить. Вы пойдите пока на крышу прогуляйтесь. Там отличные виды открываются. Хорошо, ладно. На что там ленч? Он что-то ищет в сундуке, не знаю. Сказал пойти прогуляться на крышу. Думаешь, это его квартира? Не думаю, что он здесь живёт, Джон. Может, что-то оставлял с прошлой ходки. Вау. Вот это и вправду видок. Что это за плиты такие? Чёрт, здесь довольно-таки высоко. Да, согласен. Блин, виды завораживающие. Смотри аккуратнее, Джон. А то крыши старые. Могут быть и скользкие, и просто провалиться. Хотя, выглядят они довольно-таки надёжными. Да, вид, конечно, шикарный. Заброшенный город. Вон, похоже, какая-то школа. А это... Да, это дом, вдоль которого мы шли. Там где-то припаркована наша тачка. А это что? Вон, вдалеке. Понятия не имею. Идём посмотрим. Аааа. Это советская символика. Я слыхал, на многих высотках такие вот знамёна расположены. Красиво выглядит. Хоть и старое, но красивые пережитки советского прошлого. Красиво, не спорю. Но, может, будем возвращаться? Сергей, наверное, уже закончил со своими делами. Да, надеюсь, закончил. А то уже скоро вечер, а мы посетили всего бассейн до крыши. Хотя вид здесь шикарный. Неплохо было бы побывать ещё в парке. Осторожно здесь. На Юпитере. Да к станции самой сходить. Где артефакты? Опа! Что это? Кто разговаривает? Не знаю, там какие-то люди с автоматами. И, кажется, Сергей... Наш Сергей? Что это монолитовцы докопались? Сейчас посмотрю, тихо. Шмон от сталкеров. Смотри, они даже одеты, как сталкеры, офигеть. И, кажется, он у них на прицеле. Как в игре сталкеры. Слушай, по-хорошему отдал бы ты артефакт, дошёл себе. Артефакты? Что? Сталкеры выезжаем. Да-то у меня никакого артефакта, мужики. Я в целях этого. Просвещение... Или это просто игроки сталкера вышли в реальную жизнь и поехали в Чернобыль. Исхать артефакты. Да в зону приехал. Хватит лапшу вешать, мы за тобой давно следим. Видели, как ты артефакты через блокпосты выносишь? С вояками дружишь? Я, мам. Да какие вояки? Вы шо, хлопцы? Так, последний шанс тебе даю. Где артефакт? Я хрен тебе. Да? О, чёрт. Что это за выстрелы? Он подстрелил его. Он выстрелил в Сергея. Что? Он убил его? Я не знаю. Но он упал. Может, ему помощь нужна? Хрен его знает. Сейчас посмотрю. Тихо. Вроде замолкли. Походу ушли. Да. Ничего не слышно. Лови маслину! Чёрт, не стыдно! Бежим, Джон! Вот гады! Сюда, сюда! Лови маслину. Давай, спускаемся к машине, быстро! Ты как, цел? Да, цел. Не задели. А ты как? Да, в меня тоже не попали. Чёрт. Кто это такие? Может, сам? Ещё одна, блин, проблема. Съезд для Чернобыля называется. Ни радиация, ни мутанты. Так зато бандюганы. Думаешь? Охренеть. Да где же, мать его? Они же тут не знают ничего. Без гида. Как они справятся? Они ищут нас! Ищут! Давай, Джон, давай! Проклятие! Они убили Сергея! В тачку. Закрыто, ключи. Машина закрыта! Джон, у нас... Джон? Ну, блин! Ну, нет! Джон, где ты? Джон! Твою же мать! Куда он подевался? Опять вот это разделение. Да еще и в таком месте. Это, конечно... Жутко. Ну, как бы, зону Чернобыль удалось передать вот эту атмосферу. И, естественно, присутствуют всякие шутящие моментики, вот эти микромоментики из игры Сталкер. Но это только добавляет антуражу. Это добавляет своих таких приколов. Это было круто. Это было круто. Не зря мы ее начали смотреть, я думаю. Ну, в общем, на этом все, чуваки. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него находится в описании. Ну, а с вами был Финн, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok